АЭДИ В последние дни мы с вами общаемся, достаточно плотно, скажем так, но слушатели еще с вами не знакомы, поэтому расскажите немножко о себе, как вы в Германию приехали. 30 лет назад я прилетела в Германию с моим сыночком, он тогда был еще маленький, родилась и жила в Киргизии, в городе Ош, училась в Томском инженерно-строительном институте, и вот 30 лет назад, почти 30 лет назад я прилетела в Германию, это было 15 декабря 1993 года. Значит, Германия – это не только новая жизнь, но и новая профессия. Как вы начали заниматься нейрографикой? Вначале я в Германии работала в строительной организации, потом вот только в 2017 году я почувствовала, что что-то я хочу изменить. Но я сначала стала нейрографикой заниматься для того, чтобы определиться, что я хочу в моей жизни, чем я хочу потом заниматься. Ну и вот при помощи нейрографики я искала внутреннее желание, мою цель, искала свое призвание. Ну а потом так получилось, что нейрографика мне так хорошо помогла, что я стала помогать людям. Я получила образование в Институте психологии творчества у самого Павла Пискарёва, кто и изобрёл эту нейрографику. И после этого я преподаю, помогаю людям, делаю курсы по нейрографике. Расскажите, пожалуйста, вот сам метод нейрографики, что это за изобретение Павла Пискарёва? Кому оно может помочь? Действительно ли оно помогает? Нейрографика в этом слове уже стоит значение этого метода. Нейра — это нейроны, это наш мозг, наше сознание. И графика — это графическое, сопряжительное искусство. Ну если вот очень-очень просто сказать, то можно сказать, мы рисуем свои мысли, мы рисуем свои эмоции, мы рисуем своё состояние. То есть мы изображаем своё сознание на листе бумаги. То, что вот мы думаем, что у нас внутри творится, что у нас там в Душе творится, мы этому всему можем придать изображение. И когда вот мы придаём изображение, тогда очень интересно видеть, что у тебя творится внутри. Если мы увидим, что у нас творится внутри, мы можем это изображение поменять. Поменять в том направлении, в котором мы хотим. То есть это инструмент для изменения своего состояния и изменения своей реальности. Это эффективный метод для управления своей жизнью. Ну, я думаю, что все, кто нас слушает, помнят такие многочисленные эпизоды из жизни, когда, допустим, мы о чём-то глубоко задумались или внимательно кого-то слушаем. Ну, допустим, даже на совещании, на каком-то собрании. Просто чисто инстинктивно берём листочек бумаги, карандаш и что-то такое начинаем рисовать. Какие-то фигурки, какие-то геометрические узоры. Неужели это как раз наше подсознание диктует, и поэтому специалист может прочесть, что же у нас находится внутри, в нашей душе? Это очень интересное замечание. Так делали, наверное, все люди, да, когда рассказывали по телефону и что-то чиркали. Когда начинаешь рисовать, человек рисует на бумажке, он рисует не умом, он рисует рукой, телом он рисует. А тело передаёт то, что в сознании вообще-то находится. И, конечно, можно нейрографику рассматривать как терапевтическая практика. То есть вот что ты нарисовал, можно посмотреть, а что там нарисовано. И, конечно же, очень много можно узнать о себе самому. Для меня этот метод — самое важное значение. Я узнаю саму себя, я узнаю свой внутренний мир. И тогда, если я себя сам знаю, то я могу моё саморазвитие направить в определённое русло. То есть я могу понять, что мне не хватает или что мне необходимо для того, чтобы быть сильным, счастливым, успешным. А как вот чисто практически проходят занятия? Допустим, вы какую-то тему даёте для рисования или человек действительно сам что-то начинает рисовать? Вы вместе анализируете его рисунок? Как это всё происходит? Мы здесь не анализируем. То есть человек приходит с каким-то запросом, да, с какой-то темой. Какой может быть тема? Вот я нахожусь в этой точке А. Вот у меня такая жизнь. А я хочу в точку Б. Хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Например, чтобы я нашла новую работу. Чтобы мои отношения были гармоничнее. Или же, чтобы найти партнёра по жизни. Может, у кого-то не хватает денег. Или ещё что-нибудь, да. То есть у каждого человека есть какое-то желание, внутреннее желание. И когда желание не реализовано, тогда у человека внутренний конфликт. То есть если у нас все наши желания, цели реализованы, то мы живём комфортно. А этот дискомфорт, этот внутренний дискомфорт, потому что желание не исполнено, выражается через наши чувства, через наши эмоции. И какое-то напряжение может быть внутреннее. И вот этот дискомфорт — это ваша тема. Почему я нахожусь в точке А, и как мне дойти в точку Б? Как мне прийти к своей цели? Вот это вот и есть тема. И вот с этими темами мы работаем. То есть я не задаю тему человеку. Человек задаёт в своей работе эту тему. А я помогаю ему раскрыть эту тему. Этот конфликт выносится на лист бумаги, и потом он пошагово разъясняется, этот конфликт. Он убирается, этот конфликт. И на смену той проблемы, запроса, человек рисует выход из этой ситуации. Поэтому если человек сформулирует правильный вопрос, то он получит и правильный ответ. У меня сразу же тоже сформулировался вопрос. Вы видите рисунок. Я сразу понимаю, что ни в коем случае я не должна сейчас куда-то вторгаться в область вашу профессиональную, как вы это делаете. Вы этому научились, и вы это делаете. Но вы видите рисунок, вы понимаете, что человеку нужна ваша помощь. Вот как вы действуете? Вы конкретно с человеком работаете, или вы работаете через этот рисунок? Давай в этом рисунке что-нибудь поправим, и тогда в твоей душе что-то исправится. Это не совсем так. Я не психолог, я коуч, я наставник. Я веду человека к самовыражению. То есть очень важно в нейрографике научиться вести правильную конкретно нейролинию. Это линия, которая помогает человеку найти связь с подсознанием. Нейролиния, она позволяет человеку раскрыть его интуицию, услышать его интуицию и подвести к его подсознанию. Значит, я слежу только за тем, чтобы человек правильно выполнял эти шаги. Все озарения он получает только из своего подсознания. То есть я ему не говорю, я ему не интерпретирую его рисунок. Это совершенно не нужно. То есть он сам это всё выявляет. Ему приходят подсказки с подсознанием. К вам обращаются люди, которые находятся, скажем так, в стрессе. Беженцы — это люди, которые сейчас пытаются преодолеть стресс, в котором они находятся. Вы помогаете беженцам? Да, конечно. У беженцев, конечно же, ещё дополнительная нагрузка, то, что они не дома. Мы дома находимся в стрессе. Но сейчас такая неопределённость по всему миру. У меня есть группа женщин, беженцев со всего мира. С Украины, Сирия, Иран, Ирак, Афганистан. То есть совершенно разные страны. Приходят люди, конечно, приходят новые женщины. И вот я с ними занимаюсь. Вы видите прогресс? Реально помогает нейрографика им? Реально, очень реально помогает. И они… Вот сейчас я была в отпуске, и они мне уже пишут, как «Фрау Лакай, когда вы придёте?» Понимаете, вот почему нейрографика так хорошо действует? Потому что, когда мы занимаемся креативной работой, тогда у нас приходит такое состояние комфортное. Когда мы занимаемся креативными делами, особенно нейрографикой, мы попадаем в такое расслабленное состояние, и тогда попадаем в поток. И мы можем этот поток, расслабленное, медитативное состояние, выносить нас на совсем другие уровни осознания. И часто мне приходилось в этой группе делать свою авторскую технику, технику, которую я несколько лет назад для себя открыла. Когда человек теряет любимого человека, это могут быть родители, это могут быть партнёры и даже дети, тогда я делаю вот именно такую технику нейрографическую. И женщины даже не хотят идти на паузу, они остаются и делают, и через час у них совершенно другое состояние. Но не всегда идёт речь о трагедиях. Мы очень часто рисуем своё будущее. Какие-то проблемы, какие-то темы там, например, отношения с детьми или с мужем, или какие-то домашние проблемы. Я эти проблемы помогаю им вынести на бумаге. И потом, после того, как рисунок закончен, и все такие рады, потому что, когда рисуешь нейрографику, получаются такие красивые рисунки. И вот люди не ожидают от себя, что они так хорошо могут рисовать. Вот у меня, например, женщины, которые приехали с Афганистана или Ирана, Ирака, они, допустим, не ходили в школу. Совершенно не могли рисовать, они не могли держать даже ножницы в руках. Для нас это вообще, мы не можем себе представить. Но если они в школу не ходили, если у них ножниц дома не было. А сейчас они превращаются в таких талантливых художников, и они такие счастливые. Ну, я, конечно же, очень счастлива, что они открывают свои потенциалы. Они видят, на что они способны. И вот это меня, конечно, очень сильно воодушевляет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова